Демонстрируется процесс обтекания тел различного профиля, набегающим потоком жидкости, в который запускаются струйки подкрашенной жидкости. Вначале, пока поток не возмущен никаким телом, помещенным в него, поток у нас является ламинарным. Посмотрим, каков будет процесс обтекания при помещении тел различной формы. Если поставить тело достаточно неправильной формы, например, плоскую или слегка изогнутую пластинку поперек потока, то процесс обтекания этого тела носит достаточно сложный характер. За телом образуется турбулентная область, в которой имеются вихри, жидкость. Судя по потокам, вращается. И ламинарность потока за телом нарушается. Такое тело оказывает большое лобовое сопротивление набегающему потоку. Можно изменить расположение этого тела относительно потока. Тогда характер обтекания изменится. Но при резких перегибах продольного профиля тела происходит, тем не менее, срыв потока. Образуется вихревая турбулентная область, которая очень хорошо видна справа внизу под телом. Мы видим, что за телом находится вихрь, в котором жидкость вращается против часовой стрелки. Поместим тело в более правильной форме, круглой. Характер обтекания изменяется. Область возмущения линий тока существенно меньше. Но мы видим также, что за круглым телом в потоке вязкой жидкости у нас имеется вихревая область. А именно два вихря, вращение в которых выше и ниже оси нашего круглого тела происходит, вообще говоря, в разные стороны. Степень турбулентности потока, вообще говоря, при этом зависит от скорости набегающего потока. Поместим теперь тело с плавными обводами, тело каплевидной формы. Вначале уместим его симметрично по отношению к линиям набегающего потока жидкости. Мы видим, что после установления картинки, линии тока очень слабо возмущаются, вихревой области практически нет. Однако она может появиться, если менять угол наклона тела по отношению к потоку. Как только в потоке появляется резкая граница тела, задняя кромка этого каплевидного тела, так появляется вихревая область, поток отрывается от поверхности тела и образуется возмущенная турбулентная область за телом. Можно еще увеличить угол наклона тела по отношению к потоку. Вихревая область становится больше и уже мало отличается от той, которая получалась при плоском теле. Теперь поместим поток тела в форме крыла самолета. Оно слабо возмущает поток, причем мы замечаем, что возмущение сверху крыла на выпуклой его части больше, чем снизу. При этом линии тока сверху нашего тела проходят более длинный путь и, соответственно, имеют большую скорость. Из-за этого давление на верхнюю поверхность крыла, согласно уравнению Бернули, уменьшается. По сравнению с давлением на нижнюю его поверхность возникает подъемная сила крыла. Крыло с таким профилем обладает подъемной силой. Эта подъемная сила, вообще говоря, зависит от угла атаки крыла. Если мы поставим угло под большим углом, крыло по отношению к потоку, то поток может сорваться с кромки крыла, сзади образуется вихрь, в котором движение происходит в обратную сторону. При этом подъемная сила резко падает, а самолет с таким углом атаки крыла может сорваться в штопор. Таким образом, опасно переходить на большие углы атаки. Есть критический угол атаки, при котором теряется подъемная сила у крыла. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ